Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока. Рассматриваем тип пункта меню лента новостей. Прежде чем начнем рассматривать, несколько слов от себя. Вот некоторые моменты в Joomla о том, какой функционал нужен людям и должен быть, по сути, в ядре движка у меня прям вызывают вопросы к разработчикам. Вот эта лента новостей, RSS сокращенно называемая, да, во-первых, это, по-моему, вообще устаревшая технология, и, во-вторых, вообще не знаю, какая польза будет для вас, вашему сайту, от этой технологии. Joomla предлагает, по сути, вставить ссылку RSS канала с какого-то сайта к себе на сайт. Получается, анонсы контента другого сайта будут дублироваться, транслироваться на вашей странице вашего сайта. Но, переходя в полный текст статьи, новости этого канала RSS, человека перенаправят на сайт-источник. По факту, человек покинет ваш сайт. И это вызывает вопросы, зачем это вообще нужно. И если это кому-то нужно, почему это не сделано как отдельный компонент, кому нужно установить на Joomla сайт. Ведь разработчики Joomla сайта, как я думаю, позиционируют себя таким образом, что на сайт, в самом ядре Joomla, должно быть все только самое ценное и самое нужное, которое востребовано большинство пользователей и администраторов сайта Joomla. Не так ли? И очень много моментов, которые полезны, я считаю, многим, нету на Joomla. Но есть какие-то вот моменты, которые у меня просто в голове не укладываются. То есть, зачем это в ядре, я не думаю, что кто будет прям вот пользоваться этим часто. Я вообще этим не пользуюсь. Но почему-то в ядре у нас есть это, да? То есть, у нас это с вами и компонент лента новостей, она вот здесь называется. Но это связано еще и пункты меню. То есть, в этом видео сейчас разберем сразу. Потому что это у нас связка. Пункты меню подвязываются к ленте новостей, и ленту новостей можно настроить. В общем, на самом деле, очень странная ситуация, но рассказать я об этом должен. Возможно, кому-то это будет полезно, поэтому давайте приступим. То есть, сначала, как и ранее, кто смотрел мои предыдущие уроки, действуем мы так. Сначала нам нужно создать RSS-канал, добавить его, найти этот RSS, сюда разместить, а потом уже идти в меню и подвязать пункты меню, вывести это на сайт. Будем рассматривать на двух примерах. YouTube, как это вывести анонсы, да, ну там получается просто заголовки. И какой-то сайт. Возьмем абсолютно произвольный с интернета. Значит, мы с вами переходим к компоненты, ленту новостей, раскрываем. Конечно же, сначала надо создать категорию. У нас есть без категорий, вы можете ее переименовать. Как переименовать, вы уже тоже знаете, если вы смотрели предыдущие уроки. Я оставлю, в принципе, вот, мне ее будет достаточно. Поэтому переходим к ленту новостей, ничего не создано, нажимаем создать. Первая ссылка, давайте сначала разберемся с YouTube. Итак, заголовок обязательно пишем какой-то, потом вы на сайте его увидите и сможете решить для себя, там, его скрыть или как-то поменять заголовок YouTube. Далее обязательно, вот самое важное, чтобы вообще работал этот RSS на сайте, это получить ссылку. Смотрите, давайте сначала с YouTube сберемся. На самом деле, сам YouTube, он не предоставляет RSS. Ну, насколько я это знаю. И я покажу на примере, как встроить на сайт анонсы плейлиста канала YouTube. Вот на примере своего канала разберем. Берем любой плейлист, то есть, вы просто открываем. Так как YouTube не предлагает сам RSS именно ссылку, но мы можем посмотреть ее в коде. Но, чтобы вам не копаться, вот, часть ссылки, она будет идентичной. Вот саму вот эту конструкцию ссылки я оставлю на своем сайте fedorovasilev.com в статье, чтобы вы не переслали руками. Зайдете на статью, скопируете это, чтобы, если вы хотите поэкспериментировать или вы хотите на своем сайте это реализовать. Сюда, смотрите, вот видите, идентификатор есть. Надо подставить идентификатор нужного плейлиста. Вот мы плейлист открыли. Мы видим, что это действительно плейлист. Вот сбоку его видим здесь. Смотрим в ссылку. У меня идентификатор, вот он идет, до знака равенства. Конечно же, у каждого плейлиста он уникальный. У вас будет свой идентификатор. Я копирую и вот к этой ссылке просто подставляю. Все, мы, по сути, получили ссылку именно RSS, потому что вот здесь вот это написано FITS, по-английски это, на ленту новостей. И как это будет смотреться на сайте. Копируем целиком всю эту ссылку. Размещаем ее здесь. Можете добавить какое-то описание. Это тоже будет на сайте выводиться. Здесь выбираем категорию для вашего фида. У меня это без категорий, выбрано уже. Параметры. Здесь можете загрузить картинку. Она будет просто выше отображаться анонсов вот этого фида. Давайте возьмем какую-нибудь Joomla картинку. Просто, чтобы посмотреть. Ну и рядом будет ниже располагаться, если еще одну загрузить, вот такая вот картиночка. Остальные опции я как бы не затрагиваю, потому что это все мы проходили. Это все похоже, как в других типах пунктов меню. А вот здесь вот настройки, конечно же, да, они относятся именно непосредственно к этому RSS. Пока можем оставить все как есть. И я на примере по этим полям сейчас мы с вами пройдемся. Здесь публикация. Можете добавить максимум здесь метаописания для поисковых систем. Все, здесь больше ничего делать не надо. Сохранить, закрыть. Это мы с вами подготовили только ссылку. Теперь надо это вывести на сайт. Переходим в меню. В майн меню переходим. Создаем новый пункт меню. Выбираем тип. Лента новостей. И у нас здесь есть три варианта. Давайте все их рассмотрим. Первое. Категории. Если выбираем, будет показываться корень. То есть вы можете вывести несколько категорий. В каждую из которых может входить по несколько, без ограничений, лент новостей с разных сайтов, понятное дело. Выбрать можно сразу нашу категорию или сразу отображать все категории. Но так как мы больше категорий не создали, поэтому будет отображаться одна категория. Заголовок пункта меню я так и назову RSS. Здесь выводим майн меню. Состояние опубликовано. Все остальные моменты мы с вами не проходим. Они уже дублирующие информации, о которых я уже рассказывал. Сохранить-закрыть. И давайте уже посмотрим. Сайт. Обновимся. Видим, вот пункт меню появился. RSS. Кликаем на него. Появляется сначала категория, в которую мы видим, входит одна лента новостей. Заходим, проваливаемся глубже в категорию. Видим YouTube. Видим ссылку. Если я кликну именно по ссылке, у меня откроется вот такой вот код. Feeds. Видео. HTML. Это не то. А вот надо кликнуть именно YouTube по заголовку. Тогда откроется вот эта картинка. Это то. Возвращаясь в ленту новостей, которую мы только что создали. Вот эта картинка, то, что мы загрузили. Давайте сразу удалю, чтобы вы понимали. Видите, картинки нет. Вот это YouTube. Выводится 5 элементов. Вот с YouTube RSS это вот так. Больше никак мы не можем это здесь сделать. 5, по сути, первых ссылок на плейлист. Оно так и есть. Вот они идут первые уроки. Joomla 4.0 стабильная. Первые 5 уроков плейлиста. Вот о чем речь идет. Если человек кликнет, он не останется на сайте. То есть сайт останется в этой вкладке, а человека перенаправит на конкретный видео урок. Если это где-то кому-то нужно, то это можно использовать. Но здесь есть некоторые моменты ограничений. Я так понимаю, самого YouTube. Здесь, на этой странице, где мы с вами добавляли первые RSS, количество материалов. Вы можете поставить больше. У меня там 40 есть уроков уже в этом плейлисте. Но, к сожалению, тут, видимо, работают ограничения YouTube. У нас максимум выводится 15 элементов. Все. Больше не выводится. Вот. Это что касается YouTube. Если вы ставите RSS какого-то другого сайта, зависит уже от того сайта, какая информация анонсов будет отображаться. Здесь по настройкам пробежимся. Срок кеширования все убрать можете оставить. Но лучше, наверное, не убирать, потому что это тоже нагрузка на сайт будет, если кешироваться не будет. Направление языка можно поменять. Изображение ленты. Показать или нет. Но у нас стоит показать по умолчанию. Описание ленты. Материалы ленты. В общем, здесь просто можно выставить, какие параметры вам просто нужно отображать, какие скрыть. Публикация. Здесь забавьте описание, мета-описание. По сути, все. Есть еще глобальные опции, но смысл их рассматривать я не вижу. Вот у нас эта кнопка с настройками. Здесь, по сути, просто глобально для всех RSS-лент, новостей, которые у вас на сайте, глобально можно настроить. Здесь все аналогично так же работает, как мы с вами разбирали другие типы пунктов меню в предыдущих видео. Поэтому здесь подробно нет смысла останавливаться. Здесь просто вы решаете на каждой вкладке, что отображать, что скрыть. Глобально для всех RSS. Вот и все. Ничего тут больше нет такого интересного, о чем можно было бы рассказать. Или индивидуально настроить в пункте меню конкретную ссылку RSS можно под себя. Смотрите, давайте все-таки рассмотрим еще на примере простого сайта новостного, как это может быть не только с YouTube, а еще какого-то сайта. Если вы не знаете пример какого-то сайта, можете просто в поисковике вбить сайт с RSS. И, возможно, вам покажут, какие сайты есть с RSS. Здесь, находясь же в ленте новостей, нажимаю создать. Заголовок. Пускай будет сайт. Я нашел буквально в интернете вот какой-то сайт новостной. Как вы можете это найти, если вообще вы хотите какой-то конкретный сайт на своем сайте разместить анонсы. Вы должны на сайте увидеть, сайт должен предоставить RSS. Это будет либо лента новостей, либо прям так будет сокращенно написано RSS английскими буквами. На этом сайте вот внизу это есть. Видите, вот он RSS. Если сайт такого не предоставляет, возможно, на этом сайте и нету этого RSS, и вы не сможете его отображать на своем сайте. Либо это через код надо смотреть, то есть правой кнопкой мыши, просмотреть код элементы, и там уже в ссылках искать. Здесь на сайте, на этом демо-сайте, который я хочу показать, есть. И они даже предлагают разные RSS-ленты на новости, на статьи, на медиа-файлы. Вот, например, напротив ссылка идет вот как раз-таки на этот RSS. Как это можно вставить на сайт, да? Анонс именно. Я копирую эту ссылку, например, на медиа-материалы. Возвращаемся сюда. Ссылку вставляем здесь. По сути, здесь остальное все уже знакомо для вас. Сохранить, закрыть. У нас два канала уже добавлены. YouTube и сайт. И давайте рассмотрим меню. Там еще два у нас момента есть, которые мы можем посмотреть. Итак, лента новостей. Мы посмотрели категории. Дальше лента новостей. Если выбираем, то нам предлагает показать какую-то одну ленту. То есть только одну мы можем выбрать. И давайте посмотрим. Вот как раз список новостей. Третий вариант. Из одной категории. А теперь выбираем категорию. У нас в эту категорию входят две ленты. Поэтому мы их обе сможем и увидеть. Сохранить. Обновляем сайт. Вот выводятся две ленты. YouTube мы смотрели. Сайт, конечно, выглядит уже поинтереснее. Здесь потому что прямо анонсы. Вы видите, читать дальше. Краткое описание статьи, фотографии, заголовок. И отображается пять новостей. А вот здесь как раз таки. Значит, выходим отсюда. Я возвращаюсь. Компоненты. В ленту новостей. Возвращаюсь вот в эту ленту сайт. Здесь вы можете, например, 50 количества поставить. Обновимся. Здесь получится. Но, как я уже сказал ранее, это зависит непосредственно от сайта источника. Сайт обновился. И действительно, вот выводится большое количество. Но должно быть 50. Так и есть. 50 новостей. Но вот смотрите. Казалось бы, да, вы наполнили сайт чужим трудом. Но человек, если кликнет по заголовку, естественно, его перенаправит на данную статью сайта источника. Поэтому я и говорил, я не знаю, кому как бы это нужно. И самый, конечно, интересный вариант это вот, а когда вы одну ленту отображаете. Давайте на примере сайта и посмотрим. Обновляем страницу. То есть это сразу. Вот смотрите, главное. Только перехожу на пункт меню и сразу идут анонсы. Вот так вот. Я думаю, это максимально интересно выглядит. В общем, на ваш вкус. Если вам это интересно, вы будете это использовать. То такая возможность в Zoomer 4 есть. Продолжение следует... Продолжение следует...